Посмотрите, я вам говорил, что у человека есть два психических цилиндра. Сейчас вы узнаете о современных отношениях. Если у человека, у женщины, допустим, наружный психический цилиндр тает, потому что она ведёт неправильный образ жизни, она выпахивается на работе, она вкладывается в близких, и у неё нет времени на подружек, на природу и на Бога, то постепенно она проходит первую стадию истощения. Запомните или запишите, первая стадия истощения. Означает, у женщины появляются женские недостатки. Она начинает становиться сильно обидчивой, сильно ранимой, сильно ленивой, сильно безвольной, сильно слабой, сильно чувствительной. Она становится капризной, не крутится настроением. Это естественный женский недостаток. Если у женщины психика истощается ещё дальше, то есть вот этот наружный психический цилиндр тает дальше, она выпахалась, уработалась, она тратит свои силы слишком сильно, то дальше, на втором этапе истощения, у неё начинает просвечивать внутренний психический цилиндр очень сильно. Что это значит? Она становится настойчивая, она становится волевая, она становится такая гиперответственная, она становится жёсткая в отношениях, она становится такая напряжённая, она начинает курить, потому что не может снять себя напряжение. И если на этом этапе она психическом находится, то какого она себе мужчину сможет встретить, как вы думаете? Вы думаете, что мужчина её выдержит? Сильный мужчина. Сильный мужчина выдержит только слабую женщину. Он не может выдержать такую же сильную. Понимаете? Она только кажется сильной. Она самой себе даже кажется сильной. На самом деле она просто истощена. Потому что если женщина начнёт жить правильно, она станет живей сильной. Никогда не дейится, потому что она наполнится и станет мягкой, нежной, ласковой. Почему? Потому что она станет сильной. Я это сравниваю, знаете, с чем? Допустим, на рынке продают двух собачек. Она собачка такая, знаете, какая она стоит. Печальная, негадская, причёная такая. Даже не смотрит на покупателей, на тех, кто её покупает. Как будто никого нет. Её никто не купит. И когда человеку спросить, почему ты её не покупаешь, он скажет, мне не нравится эта собачка, она какая-то такая. И не нравится ей эта собачка. Она нормальная собачка, просто в ней не хватает энергии к природе, её не водили гулять просто, понимаете, и всё. И поэтому она такая. Теперь собачку водили гулять. Она такая мягкая, пушистая, такая толстом беляя, такая. Она смотрит, такая радостная. Вот. И вы же их любите, эта собачка нравится, я её покупаю, у неё хороший характер. У неё не хороший характер, она просто водили гулять. По характеру не одинаковые. Что это собачка, что это? Понимаете? Ну то есть женщина думает, я мужик. Почему ты мужик? Просто истощена, ты устала. Даже эта женщина, она прекрасно понимает, что когда она отдохнула, когда она съездила на свежий воздух, когда она пообщалась с добрыми подружками, когда она сходила в храм, у неё есть силы заботиться, улыбаться, радоваться, и она уже перестаёт быть мужиком в этом мире. Да почему она такая мужик? Какой она мужик? Она женщина, хорошая женщина. Просто она живёт неправильно, и всё. Но, мои хорошие, есть ещё и третья стадия, понимаете, которую вы должны знать. И эта третья стадия является загадкой человечества в современном мужчине. Когда у женщины ещё дальше истощается её наружный психический цилиндр, и он становится почти незаметен, тогда она уже не может переваривать мужчин совсем. Потому что, чтобы переваривать мужчин, нужна вот эта энергия наружного психического цилиндра. Ну, что это за энергия для женщин нужна, чтобы переваривать мужчин? Надо быть незнаной, ласковой, заботливой, торговлей, вот это всё, вот это наружный психический цилиндр у женщины. И он истощён. Это значит, что женщина не сможет быть рядом с женщиной, рядом с мужчиной. Она не сможет быть рядом с ним. А любить ведь надо кого-то. И у женщины психика настраивается на то, чтобы любить женщин. Вот вам и гомоскосуализм. Это просто неправильный образ жизни. Я знаю много примеров, ко мне подходили люди, которые, ну, что-то хотят поменять. Говорят, они иначе, я неправильно живу, я плохой. Я говорю, ты неплохой, ты нормальный. Она говорит, он говорит, я живу с мужчиной, хоть я сам мужчина. Я говорю, ничего страшного. Начни зарядку делать, начни здоровый образ жизни, начни в храм ходить, начни работать над собой. Придёт время, и ты пройдёшь назад эти все стадии. Точно так же, как у женщины есть эти стадии, так и у мужчины. Первая стадия истощения мужчины от наружного психического цилиндра, он становится, приобретает мужские недостатки, чертой характера. Грубость, жёсткость, хамство, категоричность мышления. Он становится, мужчина становится, жительным как мужчина, жёстким, категоричен. И так далее. Вторая стадия истощения мужчины. У него начинает внутренний психический цилиндр просвечиваться. Он становится таким обидчивым, мягким, таким безвольным, слабым, слишком изнеженным таким. Понимаете? На этой стадии обычно мужчина начинает увлекаться стрельбным. Ну то есть он становится таким, как бы, не рыба, не мясо, как говорят по-русски. Не знаю, как у вас. Ну то есть он становится... Вот. И какой, этот мужчина какую женщину найдёт? Он найдёт себе бизнес-вумен, такой... Почему? Потому что он не совместимый между собой. Он ждёт себе такую женщину, которая бы его защитила. А она ждёт себе мужчину, который выдержит её характер. Он с ней ласково, нежно разговаривает, он, о, я готовлю ей, нужен. Она ещё не знает, что он не может найти себе работу, что он дома сидит, целыми днями готовит. И убирается в квартире. Ей, конечно, это не очень нравится, но что делать? Ему тоже не нравится, что она такая независимая, и не слышит никаких возражений, схватистов. Вот это, мои дорогие друзья, современные отношения. И ничего в них такого криминального и страшного нет. Если мужчины и женщины начинают работать над собой, начинают по природу ходить, пробежки делать, зарядки делать, в спортзал ходить, начинают друзей себе искать, не для выпивки, а для того, чтобы работать над собой, и начинают молиться, ходить в храм, только степенно они меняются. Женщина становится женственной, мужчина мужественной, и все встает на места.